приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут ольга и сегодня у нас 1 ноября а это значит что начинается неделя 3 а стартов ноября значит начинаем три процесса в течение недели будем подключаться показывать вам свои начинания и продвижения за день и в этот раз получается у нас кто воскресенье а кто-то в понедельник скорее всего как бы новые правила в понедельник утром на следующей неделе мы выкладываем свои итоги за неделю своего старта напомню что организатором данного проекта является светлана с канала связано с пиццами светлана на нее и на каналы всех девочек участниц я оставлю ссылочки в этот раз в закрепленных комментариях поэтому кому интересно обязательно проходите в комментарии пишите свои комментарии конечно же и заодно увидите весь список и можете не можете обязательно сходите к девочкам и вдохновляйтесь их видео почему мы оставляем список в комментариях потому что он не влазит в инфобокс к сожалению значит youtube надо что-то делать расширять инфобокс я считаю ну а я немножко вас ознакомила с правилами я думаю ну те кто постоянно зритель на моем канале конечно же все это знает и я хочу рассказать вам что уже в этих своего стартах буду вязать я в первый день сегодня я решила взять вот такую вот пряжу значит у меня вообще было три цвета такой пряжи но так как это изделие будет для моей дочери я не могла сама выбрать у меня был молочный такой припылено-розовый и вот такой вот сиренево-фиолетовый цвет красивый тоже такой не однотонный не равномерный такой меланжево конечно при таком освещении какое у нас сейчас мало что можно увидеть но я надеюсь что более-менее хотя бы хоть что-то видно значит я из этих трех цветов решила однозначно молочный цвет я не буду для дочери использовать в изделии ну по неким таким обычным бытовым причинам а вот припылено-розовый или вот такой я не знала какой лучше сделать ей в принципе подходил и тот и этот цвет подходил корточки к зимней то есть вы уже поняли да по моим словам что это будет аксессуар значит и я и сказала выбирай она выбрала вот этот цвет и все я решила чтоб все пусть будет этот цвет тогда в этом изделии я решила связать для нее шапку ушанку но не какой-нибудь там резинкой английской или просто резинкой а вот с косами если такие шапочки да с косами вообще шапок у нас хватает но мне очень хотелось попробовать эту модель ну пусть будет у нее еще одна шапка пусть она будет менять их как перчатки как говорится тем более что мама может связать поэтому я решила что я свяжу и шапку ушанку а там посмотрим может быть она для очень сильных морозов не подойдет хотя это пряжа такая толстенькая да кстати характеристики по пряжи у меня еще старая этикеточка по моему этой пряжи я даже не знаю по моему старая и вот даже переклеенная вот здесь ну как бы все равно не важно главное моточек сам-то хороший в хорошем состоянии значит состав у этой пряжи я вот не могу даже найти нашла 49 процентов шерсть 51 процентов акрил в 100 граммах 210 метров цвет у меня наверное 23331 ну мне так кажется она сейчас просто этикетка идет совсем другая это я как-то делала закупочку пряжи и мне вот попалась там несколько моточков со старой этикеткой как бы вот такие видно на складе завалялись значит и вот ниточка довольно таки толстая а модель той шапочки предполагает вязание двойной шапочки она будет двойная она будет вязаться сразу как двойная шапка поэтому ну пусть не на минус там 30 но думаю до минус 20 вполне нормальная будет шапка значит я сама по ощущениям вот мне она не колит я дочери прикладывала всякой к шее колбу и вот если в самом начале когда я только начала для нее что-то вязать такую вот из аксессуаров она была чувствительна к ним она прям чесала без конца лоб там снимала не хотела одевать сейчас она видимо уже привыкла к моим вязаным изделиям она мне кажется уже намного спокойнее относится к этому хотя я конечно подбираю пряжу такую чтобы она была для ребенка не так чувствительно естественно но мне кажется все равно она немножко адаптировалась как бы к моим вот этим вот вязаным вещам у нее уже наверное какая-то адаптация значит вот я беру такую пряжу буду вязать значит на спицах 325 решили значит все сейчас пойду вязать что будет получаться я подключусь обязательно мне самой уже если честно не терпится и интересно никуда не уходите и так мои очередное подключение вот даже днем подключаешься пасмурно темно ничего не видно надеюсь все таки по возможности высветлю кадр значит что же я начала я нужно связать два ушка и я стала вязать с двух сторон моточка значит и вот что у меня связано так запуталась прошу прощения за шум спиц значит вяжется вот смотрите это вообще по идее как носок вяжется хотя в мастер-классе очень такой странный был набор вот вот этот вот набор который сейчас у меня вот здесь вот так был попробую поймать фокус да вот значит сейчас я у меня здесь идет набор джуди вот как для носков от мыска я вижу набором джуди вот так вот точно я и набрала в мастер-классе идет совсем другой набор мне он показался каким-то сложным вот для меня это очень привычный легкий простой способ поэтому я набрала вот таким вот способом отвязала ушки дальше это конечно не вся высота ушек дальше здесь пойдут прибавочки и будет уже объединение с головой то есть немножко так как бы будет уже козырьку будем продвигаться скажем так вот значит может быть кажется что они короткие но на самом деле в мастер-классе объясняют что нужно еще короче их делать чтобы потом смыкалась под шеей хорошо было туго но я думаю так как я вяжу немножко не по тем расчетам у меня будет как раз вот как мне надо я отвязала одинаковое количество рапортов уже на обоих ушках хотя кажется один вроде как покороче на самом деле нет они одинаковые ну да они одинаковые вот и значит вот сейчас я буду приступать уже к объединению очень интересно значит получается вот здесь вот вывязывается с этой стороны вот такая вот коса с другой стороны просто лицевая и они действительно получаются такая они ушки я имею ввиду шапочка такая думаю получится довольно таки тепленькая толстенькая вот ну и в общем то все пока интересен сам процесс увлекает мне хочется дальше посмотреть что же в итоге получится надеюсь что я смогу побольше провязать чтобы и вам побольше показать ну если нет то в конце недели надеюсь концу недели довезу потому что у меня вообще-то эта шапочка в планах еще как в совместном проекте свяжем шапку 5 на 5 то есть я ее в рамках этого проекта тоже вижу получается значит все пока я обязательно еще подключусь вечером и покажу уже своим все продвижение за этот день и так спешу подключиться в последний раз пока что солнышко еще совсем не села пока она ярко светит чтобы показать вам своим продвижение за сегодняшний день значит я остановилась на том показывала вернее вам то как я связала вот два ушка и говорила что мне нужно их объединить значит я их объединила и начала как бы провязывать дальше вот здесь вот у меня идут прибавочки это будет лицевая часть лобная здесь значит у меня тоже на задней части зацелочной еще две косы уместилась я даже начала уже делать первые переплетения и значит теперь я как бы пока на этом закончила с этой частью то есть у меня вы здесь вот с каждой стороны прибавочки по получилось 4 прибавки и вот здесь тоже получается вот такая двойная вот шапочка да видите вот она с одной стороны внутри она вот такая вот лицевая а с другой стороны вот здесь вот как бы будут вот такие вот косы значит и на этом я с этой частью пока работать закончила и что же я дальше продолжила дальше я отдельно тоже начала вязать козырек для этой шапочки получается тоже таким же способом как и вот эти вот ушки я вязала в принципе вот если вы умеете вязать носки от мыска методом джуди вообще ничего сложного хотя мастер-классе набор идет совсем не методом джуди там другой но мне показалось что этот гораздо проще значит и я сделала ну как бы какая разница какой набором главное что вот здесь вот получается все хорошо красиво ровно значит я набрала необходимое количество петель для козырька до сделала вот здесь вот по 4 прибавки получается с каждой стороны скажу на каждой спице и дальше просто вязала высоту вот этого козырька опять-таки ориентируюсь на свою дочь вот примерно какую высоту козырька я предполагаю у нее будет нормально смотреться такую я и вывязала здесь у меня где-то 8 сантиметров вывязаны козырек вот это тоже вот двойной ну то есть я говорю как вот носочки вяжутся пока что вообще ничего сложного хотя и интересная очень модель то есть вот именно вот это вот все двойное и сейчас нужно будет уже мне объединять эту шапочку получается как получается что вот здесь вот я буду ее как бы связывать вместе да вот так вот на самом деле у меня здесь все стянуто это все конечно гораздо большим объемом будет просто лески уже не хватает значит вот здесь вот я объединяю и дальше вот здесь вот шапочка также будет вязаться двойная но уже просто вот голова вот это да будет как бы вот этот купол вывязываться у шапочки то есть вот такая вот интересная шапочка интересная модель мастер-класс кого интересует давайте я оставлю вам ссылочку на этот мастер-класс принципе там вяжет девушка по на размер до года а я адаптировала она кстати объясняет у нее есть видео где она объясняет как можно рассчитать на любой другой размер и я вот тоже адаптировала под свой размер тем что я взяла больше номер спиц и более толстую пряжу и в общем то у меня по ее тем вот по ее количеству петель как бы все и вывязывается но еще раз говорю немножко вношу все равно свои коррективы вот этот вот набор у меня совсем другой как бы ну а дальше будет видно что будет получаться и в общем то на сегодня вот это все что я связала возможно я ее еще повяжу сегодня просто пока есть время пока еще не села совсем солнышко хочется вам показать свои продвижения значит кому интересно обязательно проходите подписывайтесь на мой канал и вы увидите в итоге что же у меня получится в итоговом видео по трилостарта и надеюсь что концу недели я ее довезу и у меня будет готовая работа но конечно же мы предполагаем да бог располагает поэтому как на самом деле получится только покажет время и еще раз напомню вам чтобы вы не забывали подписывались на мой канал обязательно ставьте лайки и конечно же пишите свои комментарии также в первом закрепленном комментарии будет список всех участниц девочек которые вместе со мной вяжут в этом интереснейшем проекте трио старты поэтому проходите к девочкам вдохновляйтесь их идеями на это завершающую можно сказать часть осени и на этом я буду заканчивать и конечно же как обычно я с вами не прощаюсь а говорю вам до новых встреч пока